Дирижировать маленьким финансовым ансамблем Я Лидия Романченко, здравствуйте! Представьте, что по каким-то причинам ваш семейный бюджет неожиданно съежился до размеров прожиточного минимума. На Дону он установлен на уровне 10 292 рубля для трудоспособного населения, 9972 рубля для детей и 7 859 рублей для пенсионеров. Получается, по подсчетам специалистов, что молодой семье с двумя детьми в месяц минимум нужно 40 528 рублей. Чтоб ты жил на одну зарплату! Учитывая, что по последним данным Ростовстата в среднем жители Ростовской области получают зарплату 29 599 рублей в такой режим финансового минимализма. Можно запросто угодить, если, к примеру, один из трудоспособных членов вашей семьи временно выбыл из ряда добытчиков. Прожить на прожиточный минимум мы попробуем, следуя советам финансового консультанта Натальи Холченко. Безусловно, прожить на прожиточный минимум это такой достаточно некомфортный эксперимент, но воспримите это как возможность как раз-таки заняться своим бюджетом, своими личными финансами, проанализировать вашу ситуацию и, возможно, отказаться от каких-то совершенно ненужных вам трат. Другими словами, нам предстоит генеральная уборка. Очистим бюджет от ненужных трат, стряхнем пыль со скрытых расходов, золотаем ветхие статьи и наведем порядок в обязательных платежах, чтобы бюджет радовал блеском чисто сработанных денег. И первое, что мы делаем, получив свой минимум на руки, правильно, откладываем 10%. 10% от даже ограниченных ваших доходов на форс-мажорные обстоятельства. Так называемый резерв. Как раз-таки в ситуации, когда, допустим, например, возникнет необходимость в медицинских услугах срочных, или необходимо будет купить какие-то лекарства. Это и будут те резервы, которые позволят вам, не занимая у друзей, не обращаясь к кредитам, несмотря на то, что все-таки бюджет у вас узкий, иметь эту пусть небольшую сумму на вот эти вот форс-мажорные ситуации. А дальше повнимательнее рассмотрите свои обязательные статьи расходов. Вдруг там есть лазейки экономии. И начнем с коммуналки. Двухтарифные счетчики дадут вам возможность снизить до 25% расходов на электроэнергию за счет того, что вечером потребление будет стоить вам дешевле. Обратите внимание, стоят ли у вас, например, счетчики на воду. Зачастую сэкономить можно до 50% платежей по сравнению с оплатой по общим тарифам, которые подходят для среднегабаритного слона. Вы удивитесь, но в финансах тоже есть своя инерция. Именно из-за нее мы платим за телевизор, который не смотрит. В нашем мобильном тарифе есть пакет смс, который мы не пишем. В такой круговерте запросто могут затеряться и скрытые расходы. Например, абонентская плата за мелодию вместо гудка, которую мы даже не слушаем. Почему-то запустив однажды в свой бюджет регулярную статью расходов, нам очень сложно от нее отказаться. Сила привычки. Какая привычка? Элементарная привычка. Посмотрите тарифы своего мобильного оператора. Вполне возможно, он уже давным-давно их обновил, и среди разнообразных предложений вы найдете для себя более экономные и более выгодные с точки зрения расходов. Ну и автомобильные траты. Посчитайте, во сколько выльется бензин и обслуживание вашего автомобиля. И если общественный транспорт доступен и явно дешевле, то включите в себе режим маршрутчика. Э, передаем за проезд, да? Да нет, не это. Пока маршрутка не заполнится, уважаемый, не поедет. Если у вас ограниченный бюджет, постарайтесь использовать машину не каждый день по любому поводу. Используйте ее в тех случаях, либо когда это вам целесообразно, например, когда вы едете всей семьей куда-то, и перемещение просто будет дешевле, да, по сравнению с альтернативными вариантами. Либо когда вам, допустим, нужно что-то перевезти крупногабаритное, вы не можете отказаться от транспорта. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средства передвижения. Разобравшись с тратами, от которых мы отказаться не можем, в моем случае это коммуналка, ипотека, оплата в детский сад, интернет и телефонная связь, затраты на проезды и прочие мелочи. Так, ну что это такое? Ну кто это сюда положил? Получаем 10976 рублей на питание семьи из четырех человек на месяц. Я пошла за конвертами. Вы можете воспользоваться простым способом четырех конвертов. Возьмите всю вашу сумму, которую вы получите в месяц, и поделите ваш ограниченный бюджет на четыре части. Соответственно, одна часть на одну неделю. И старайтесь четко находиться в рамках одного конверта или одной недели, тратя в расходе свои денежные средства. Значит так, братцы кролики, деньги казенные? Не вздумайте там шиковать на них. Чтобы уложиться в 2744 рубля в неделю, нужно первое – уметь готовить, и второе – знать, что вы будете готовить на этой неделе. При составлении недельного меню учитываем, что дети пять дней в неделю в садике. Там они завтракают, обедают и полдничают. А компот? Компот. Соответственно, полноценный дневной рацион на четырех человек нужен только в выходные. В будни достаточно завтрака на двоих и ужина на четверых. Правда, готовить лучше с запасом плюс две порции, чтобы на следующий день взять с собой обед на работу. Так еще и сэкономим на перекусах. Составив меню, мы точно будем знать, что и сколько покупать. Это позволит вам не покупать лишние продукты, которые зачастую просто выбрасываются или пропадают. Это выброшенные деньги, по сути, и вот как раз-таки ограниченный бюджет дает возможность не выбрасывать свои деньги, да, а тратить четко только на то, что вам необходимо для комфортного питания и повседневной жизни. Мясо! Мясо! Их семейный бюджет просто не выдержал бы. Мясо нашлось место и в ограниченной потребительской корзине. На него уйдет почти треть отведенной суммы. Свиноговяжий дуэт разбавила курица. Ее мы покупаем целыми тушками, так гораздо выгоднее, чем покупать отдельные части. Есть молоко, творог, яйца и, конечно, овощи. Большинство продуктов покупаем в магазине, за остальным идем на рынок. Если хотите сэкономить, отправляйтесь на базар. Ценность рынка не в цене, а в возможности избить. Это игра, причем на деньги, на ваши деньги. И вопрос не в том, кто проиграет, точно не продавец. Вопрос в том, сколько сможете выиграть вы. Ну, 200 – это для всех цена, а для меня какая? 180. А в какой цену вот розовые? В шкале 250 рублей помельче, по крупнее 280. Хотите попробовать? Очень-очень хочу. Вот, кстати, магазинное правило, что нельзя ходить голодным, здесь на рынке не работает. Потому что здесь вас накормят обязательно. Сладкие. Вес прожил, конечно. Потрясающе. Продано. А мне подешевле отдадите? Ну, конечно. Ну, чок 40 рублей килограмм такой, 70 сладких. Свекла 40 рублей килограмм. Сладенькая, говорите, да? Сладенькая, хорошая. Две хватит. 29-25 рублей. Это со скидкой уже? Да. Давайте я вот этот вот выберу. Так. И 21-20. Так, и того? 190 рублей. 190. Это как автовику скидку. Ну, я там все поскидала вам. Мой рыночный улов. Сегодня почти все овощи по списку. За все я отдала 479 рублей. Осталось дело за малым. Это все приготовить и съесть. На этой неделе большой праздник и экономия не повод отказываться в его гастрономических удовольствиях. Можно купить готовые куличи, но выгоднее и вкуснее приготовить свои. Минуточку. Куличка обойдется примерно в 64,5 рубля. В то время как за такую же на рынке просят уже 185 рублей. Куличи, а особенно такие, конечно, украшения любого пасхального стола, но этот праздник не представить без другого очень важного продукта. Яйца сегодня в центре внимания и на нашей ценной карте, составленной по данным Ростовстада. К празднику Пасхи яйца немного скатились в цене, как ни странно, и их средняя цена за десяток на этой неделе составила 62 рубля 33 копейки. Если планируете закупать крупную партию, то советую ехать за ней в Волгодонск. Там десяток яиц стоит на 4 с четвертью рубля дешевле. А вот в Таганрог ехать не советую. Там плюс рубль 57. Все остальные ценники близки друг к другу. Усальской шахты в копейки от средней цены Миллерово плюс 9, Ростов минус 14 копеек и 62,19 в итоге. И последнее. Не забывайте развлекаться даже на финансовом минимуме. Если вам удалось сэкономить на продуктах, как нам, то идите в кино. На дневной сеанс они дешевле почти в половину. А если денег совсем в обрез, то ищите бесплатный вариант. В любом случае, если вы жестко отрежете эту статью, рано или поздно вы все равно сорветесь. И все равно будете тратить на это деньги. Поэтому подумайте, как заменить, например, дорогостоящие походы в кафе или в ресторан, или на какие-то концерты, какими-то менее затратными, но не менее интересными развлечениями. Например, это могут быть прогулки в парке или в зоопарке. Сейчас весна, прекрасная погода. Это могут быть какие-то открытые мероприятия, которые проводятся, например, бесплатно. В Ростове сейчас таких мероприятий все больше и больше. Прожить на прожиточный минимум можно. Главное помнить, что это не навсегда. Зато вы избавили от балласта свой бюджет. И когда он снова подрастет, вам будут по силам любые финансовые задачи. Без мам, пап и кредитов. Держите рубль, а я с вами прощаюсь. Увидимся на телеканале Дон24 в четверг и в любое время на сайте don24.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова